5 лучших салатов, которые вы можете приготовить на праздничный стол и при этом эти салатики не навредят вашей талии и понравятся вам и, конечно же, вашим гостям Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич и, как вы видите на этой фотографии, когда-то я не знала, как отмечать праздники какие салаты на самом деле приготовить, чтобы после праздников сантиметры и килограммы не липли ко мне Теперь я знаю и сегодня поделюсь с вами в этом видео Самый вкусный, самый интересный салат ждет вас на первом месте поэтому обязательно досмотрите это видео до конца Давайте готовить! Итак, приготовление нашего супер вкусного и стройного оливье начинается с соуса Я разминаю желтки, добавляю хорошую щедрю ложку горчицы, у меня зернистая и столовую ложку сметаны, ну, либо вы можете просто взять 2 чайных Легкими движениями руки все перемешиваю до однородной консистенции Я соус солить не буду, а почему? Потому что в салате, естественно, используют у нас соленые огурцы и на мой вкус солености достаточно Если вам хочется, можете присолить Итак, я понимаю, что у многих возникнет мысль Маша, господи, на шум оливье не готовили Но досмотрите этот рецепт, потому что то, что я добавлю последним ингредиентом вас удивит, заинтересует, и я уверена, что вы захотите попробовать Добавляю говядину Я ее отварила в мультиварке, час на программе с давлением Прежде чем добавить остальные ингредиенты, я тщательно перемешиваю говядину с соусом То, что мы с вами прекрасно знаем, да? То все-таки говядина отварная сочностью не отличается Но когда мы ее в первую очередь перемешаем соусом, она будет очень вкусной и нежной Ну, естественно, у нас идут в салатик яйца Я нарезала белок, желудки мы с вами использовали в соус Соленые огурчики, зеленый горошек Итак, секретный ингредиент Я добавляю отварной нут Мы его будем использовать вместо картофеля Это сбалансирует гликемическую нагрузку этого салата И вы сможете действительно добавить его себе на праздничный стол И при этом не нанести ущерба вашей фигуре Нам остается перемешать салат Именно такой рецепт поможет вам создать для себя новые ассоциации Потому что теперь для меня Новый год Это как раз-таки тот момент, к которому я готовлюсь Выбирая платье и исхожу из того, какое платье мне понравилось Какое мне захотелось купить Ну, а не беру то, что налезло Сервируем наш салат на тарелочку Как у нас будет в реальных условиях жизни И обратите внимание, если вы не скажете Вот сейчас Сергей попробовал Ты заметил разницу между картошкой и нутом? Ты знаешь, разница есть Но этот салат максимально похож на классическое оливье С картошкой? Да Вот, поэтому в целом, да Если вы не будете на празднике акцентировать внимание вашим гостям А вы знаете, я посмотрела Машу Мироневича Добавила нут вместо картофеля То это вызывает не совсем ту реакцию, которую вы ожидаете Если ничего не скажете, скажут Ой, ну, господи, ну оливье и оливье Поэтому попробуйте такой вариант с нутом Я уверена, он вам очень понравится И самое главное, не навредит вашей талии Приятного аппетита! На четвертом месте у нас салат не крабовый Креветки я прямо замороженные Из пачки отправила на сковородку Там немного растительного масла Добавляю столовую ложку соевого соуса Нет соевого соуса, просто посолите Теперь я это все дело накрываю крышкой И оставляю на 5 минут на среднем огне Креветки вареные, соответственно, их не нужно долго готовить Пока наши креветки готовятся, я натираю сыр У меня сливочный После снятия крышки, когда креветки разморозились у меня за 5 минут под крышкой Я их готовила еще 5 минут на среднем огне Теперь мы поступим следующим образом Креветки я вытаскиваю Этот соус нам не нужен, вы можете его просто вылить Я взяла 3 желтка Добавляю к ним немного укропа И вот такими легкими, но при этом интенсивными движениями руки Немножечко и укроп с желтками разминаю Так наша заправка для салата будет супер ароматной И очень-очень вкусной Добавляю чайную ложку зернистой горчицы И столовую ложку сметаны Ну или 2 чайных ложки сметаны Ну а теперь все смешиваем Желтки с укропом, горчицу и сметану Пахнет уже очень вкусно Тут главное не начать есть этот уже вкусный соус сразу Аромат просто чудесный Пока соус я готовила, у меня креветки, конечно же, остыли Добавляем их первым делом в соус И сейчас я перемешаю Чтобы они были, ну, очень вкусными Я уверена, если вы приготовите такой салат хотя бы разочек Салат с крабовыми палочками вам больше никогда не захочется Потому что так не только стройнее, но еще и вкуснее Кстати, Сергей, ты скучаешь пока двум палочкам? Ни разу не скучаю Это хорошо Теперь к креветкам в соусе добавляем огурчики Но все-таки мы идем по классике, не крабовый Теперь добавляю кукурузу Необычное консервированное Яйца Непривычный ингредиент, но очень вкусный Обязательно попробуйте так приготовить салат Добавляю натертый сыр Ну и теперь нам остается все перемешать Кстати, как вы видели, я огурчик от шкурки почистила Мне так больше нравится Вы можете использовать огурчик с кожицей Если вам так нравится больше Но мне кажется, когда огурец мы берем без кожицы Получается более нежный вкус Итак, теперь отправляем наш салат в салатник Вы можете использовать зелень для декорации Подойти, в общем, к этому креативно Ну и, кстати, девчата, секрет Как заманить мужчину на кухню Ну, кроме съемок для ютуб Я Сергея всегда за кадром подкармливаю Он уже этот салат попробовал Как тебе, Сергей? Понравилось? Да, очень вкусный салат Прям праздником пахнет Отлично Так что, девчата, видите, на моем муже тестируются все рецепты Можете ваших кормить уже без страха Смело кормите ваших мужчин Итак, наш салат на четвертом месте Вкусный, ароматный И при этом отлично подходящий для тех, кто странит Готов Приятного аппетита Обязательно напишите мне комментарий Что еще нужно для того, чтобы избавляться от лишних килограммов И сделать самое важное Сохранить полученный результат Это, конечно же, разобраться с теми ошибками Которые вы совершали раз за разом И они не давали вам приходить к результату И, конечно же, выстроить именно для себя четкую систему Выстроить для себя четкое понимание, какие шаги помогут вам прийти к вашему здоровому весу К вашей стройности К вашему высокому уровню энергии И вот к этому классному моменту, когда ты проходишь мимо зеркала И тебе хочется каждый раз на себя посмотреть Потому что сейчас я каждый раз обязательно посмотрюсь в витринку Которые, да, бывают же они такие стеклянные Поэтому, если вы хотите себя чувствовать так же И разобраться с лишним весом раз и навсегда Вот здесь появится ссылочка, QR-код Сканируйте его вашим устройством И переходите, регистрируйтесь на бесплатный трехдневный интенсив В котором я как раз таки расскажу Как прийти к такому результату И сохранить его Итак, у нас на третьем месте очень вкусный и простой на самом деле в приготовлении салат с куриной печенью Ну и, собственно говоря, приготовление с нарезания куриной печени, которую я заранее приготовила И начинается Собираем наш вкусный салат Естественно, начиная с печени Следом идет соленый огурчик Обратите внимание, он действительно прям соленый Не маринованный, а соленый А вот шампиньончики я взяла маринованный Как раз добавить пикантности нашему салату Сыр сливочный, нарезала его кубиками Кукуруза Я очень люблю ее вообще, в салатах, конечно же Мы уже на финише заправляем салат Я взяла два зубчика чеснока Вы можете чеснок не брать Или взять побольше, если вы любите поострее Вот Сергей всегда за то, чтобы побольше чеснока добавить Да, я очень люблю, чтобы было поострее А я не люблю, поэтому Сергей добавляет себе чеснок потом Итак, чайная ложка горчицы И у меня столовая ложка растительного масла Я взяла подсолнечное, нерафинированное Салат перемешиваю И он получается очень вкусным Вот просто попробуйте приготовить Хотя, казалось бы, да, базовый ингредиент Это обычная, ну, куриная печень Сочетание сыра, соленых огурчиков Маринованных грибочков кукурузы В этой заправке с ароматным подсолнечным маслом Это просто фантастика Обязательно приготовьте И напишите потом мне комментарий Салатик готов И как вы видите, мы прекрасно уже вот на третьем месте Наш салатик с печенью И мы с вами все эти рецепты прекрасно готовим Говорится, ни одна пачка майонеза не пострадала Поэтому вполне реально готовить вкусные простые салаты на праздничный стол И при этом не набирать потом вес Приятного аппетита! Под каждым видео, где я делюсь вкусной едой, которая помогает избавляться от лишнего веса На самом деле это и есть секрет сохранения результата Это и есть секрет того, что вы избавляетесь от срывов Потому что вы вкусно, разнообразно питаетесь каждый день Про это мы, кстати, говорим на интенсиве Регистрируйтесь на него Это то, что помогает вам сохранить результат и избегать срывов И, конечно же, будет комментарий Ой, что ты заливаешь? На такой еде никогда не похудеешь! Вы можете делать для себя выбор Что легче? Написать комментарий Ну, оно дело-то нехитрое и ничего не делать Либо прийти на интенсив, научиться и получать вот такие результаты Которые получают мои ученицы Потому что, да, они тоже раньше думали, что нельзя вкусно, сытно есть и при этом странить К счастью, они решили не ограничиться написанием комментариев Прошли интенсив, прошли ко мне на программу И вот такие замечательные результаты получили Кстати, ваше мнение напишите в комментариях Как вы считаете, должна ли быть еда для снижения веса вкусной? Либо, ну, мы себя плохо вели, растолстели И теперь нужно есть все не соленое, не жирное Ну, в общем, такое себе, которое есть не хочется Напишите ваше мнение в комментариях Мне будет очень интересно На втором месте у нас салат Лукошка Да, есть колбасы на наркоману То есть, действительно, девчата, которые говорят, что Можи, я не могу жить без колбасы Так вот, пожалуйста, для вас решение Как заменить колбасу в салат? Я взяла это филе, не грудки Это филе куриного бедра Без шкурки, ну, понятно, что филе без костей Я его замариновала в соевом соусе Добавила сушеный чеснок, итальянские травы В общем, сделала еще карри добавила Вы видите, она такая желтенькая В общем, сделала очень вкусно И запекла в духовке на программе гриль Если у вас в духовке нет гриля, то это значит Прям самая-самая горячая температура в вашей духовке И вставите его на 10 минут Запекаете, потом вытаскиваете Переворачиваете кусочки филе на другую сторону И еще на 5 И вот такая вкусная, на самом деле, история получается Которая намного вкуснее, но уж точно полезнее На ваше здоровье, чем колбаса Собираем наш салат К куриному филе я добавляю кусочки ананаса Обожаю это сочетание Также обожаю сочетание еще с грибами Поэтому добавляем грибочки у меня маринованные И, конечно же, добавляю еще и сыр Очень солнечный салат Да Для соуса к нашему салату мелко нарубаю грецкие орехи 30 граммов орехов я мелко нарубила Отправляю их в салатник Добавляю 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс И столовую ложку сметаны Ну или 2 чайных Как вам удобнее измерять Ну и теперь наша задача все перемешать Салатик получится очень вкусным, сытным, ароматным И самое главное, ни один кусочек колбасы не пострадал И, кстати, это поможет вашей талии И в целом вашему здоровью, конечно же, оставаться в лучшей форме И при этом замечательно отмечать праздники с вкусными салатами Отправляем наш салат на тарелку И наслаждаемся его пикантным и нежным вкусом Приятного аппетита! Тоже под каждым видео получаю от вас комментарии Сколько вешать в граммах Маши? Я ничего не успела записать Не переживайте, к каждому видео обязательно в описании Сейчас у вас на экране вашего устройства Появится как раз-таки информация, где найти Нажимаете под видео на кнопочку «Еще» И как раз-таки после «Еще» вам открывается описание видео В котором есть ссылка на интенсив Ссылка на мой телеграм-канал И, конечно же, пропорции, ингредиенты Все составляющие, которые я использую в своих рецептах Поэтому не забывайте переходить в описание Там все подробненько к каждому видео я для вас готовлю Встречайте золотого призера сегодняшнего видео Готовим салат королевский Я добавляю... У меня здесь нарезано два авокадо Добавляю чайную ложку лимонного сока Почему лимонный сок? Чтобы авокадо у нас не потемнел И остался таким же зелененьким Продолжаем готовить салат в зеленых цветах Добавляю туда огурчик И, конечно, все еще разочек перемешиваю Для того, чтобы приготовить салат, который находится на первом месте Вам понадобится приготовить рыбку Семку, там, любую рыбу со севых пород Собственного посола Как это сделать? Это на самом деле просто простейшая история Вот здесь будет QR-код Сканируйте его, перейдете в мой телеграм-канал И там я вам даю рецепт Как быстро, вкусно засолить для себя, для своей семьи, для близких рыбку Больше никогда не будете после этого рецепта рыбку покупать И все у вас просят рецепт Я уверена, вы им поделитесь Забирайте рецепт в телеграм-канале Я правильно понимаю? Это то, что делает этот салат королевским? Да, конечно, естественно Мы понимаем, что не только вкусовые качества семги делают этот салат королевским Но и ее ценник Но прошу вас, девчата, задумайтесь, пожалуйста Скорее всего, на жирняшки На какую-нибудь колбаску На тортик На печеньку На конфетки Я не знаю, там зефир денежки находятся Купите рыбку и приготовьте себе вкусный салат Добавляю нашу рыбку в салат Несмотря на то, что рыбка сама по себе достаточно жирная Я добавлю прям на всю порцию чайную ложку оливкового масла Все-таки нам необходимо связать все ингредиенты Но рыбка жирная больше, чем чайная ложка масла не добавляйте Иначе будет жирно, да? Вот, посмотрите, салат получается действительно королевским С очень элегантным, нежным, утонченным вкусом И, мне кажется, по праву заслуживает первое место в сегодняшних рецептах Ты знаешь, Маша, в моем топ-5 все-таки первое место занял бы салат с ананасом Кстати, как вы думаете, какой в вашем рейтинге по салатик занял первое место? Обязательно напишите нам в комментариях Наш королевский салат готов! Приятного аппетита! Я уверена, что это видео было вкусным для вас Обязательно напишите, какой рецепт вам захотелось приготовить в первую очередь Либо вы уже все бросили и что-то приготовили, угостили вашу семью Обязательно напишите мне комментарий Можете поделиться вашими праздничными встроенными рецептами И обязательно приму их во внимание Ну и, конечно, раз вам было вкусно, классно и интересно Не забудьте оценить нашу работу Поставьте лайк этому видео Подпишитесь на канал, если вдруг вы каким-то непонятным для меня причинам этого не сделали Также не только я, но и ваши друзья, коллеги, родственники будут вам благодарны Если вы поделитесь ссылочкой на это видео в ваших соцсетях Таким образом, как можно большее количество людей сможет отметить свои праздники стройно Обязательно поделитесь этим видео С вами была Мария Мироневич Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, стройных и вкусных праздников